Выбор профессии – тема очень важная. Сосновская городская библиотека филиал номер один хотела бы поговорить об ошибках в выборе профессии и о серьезности профессионального выбора. Поэтому тема выбрана не случайно. Выбор профессии просто и сложно. Получив первый документ об образовании, для многих выпускников школ он станет билетом в самостоятельную жизнь. Из огромного множества профессий выбрать одну, да еще такую, чтобы душа к ней лежала, довольно трудно. Велика вероятность ошибки. Хочется привести слова Виктора Гюго. Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. Выбор профессии – одно из самых главных решений жизни, потому что он является основой самоутверждения человека в обществе. Что же помогает человеку в этом непростом мире профессионального самоопределения? Разумеется, профессиональная ориентация. Этот термин принадлежит профессору Гарвардского университета Парсонцу. В 1908 году он организовал профбюро по выбору профессии в городе Бостоне. В современной системе профориентации насчитывается 100 лет. У нас эта работа появилась в 20-е годы. В 1936 году профориентационная работа в СССР была прекращена. Возобновилась она лишь в середине 20-го столетия. Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда. Но очень многие так и не находят применения своим знанием и остаются за бортом. Сейчас, например, на российском рынке труда полно лишних юристов и экономистов. Зато очень престижными и востребованными стали инженеры, технологи, особенно в пищевой промышленности, строители, радиоэлектронщики, рабочие разных специальностей. А их-то как раз и не хватает. Такое же положение и в других развитых странах. Например, в Западной Европе, по данным ООН, только 39% молодых людей от 15 до 24 лет обеспечены работой. В России этот показатель еще ниже – 31%. Почему же так получилось? С одной стороны, острая нехватка специалистов, а с другой – безработица и лишние люди. Всему виной ошибки при выборе профессии. Многие молодые люди, выбирая профессию, не учитывают своих способностей, гонятся за престижностью, модой и деньгами. В результате разочарования, неверия в себя, ощущения своей ненужности и невостребованности. И чтобы избежать этого, нужно осознанно подходить к выбору профессии. Говорят, что в мире существует около 50 тысяч профессий. Чтобы не запутаться в них, специалисты объединяют их в крупные классы, типы. В России все профессии объединяют в 5 больших групп типов. Первый тип – человек-природа. Это профессии агроном, животновод, зоотехник, биолог, биохимик, ветеринар, повар, географ, геолог, эколог, тракторист и другие. А что в ней главное? Конечно, любить нашу планету и всех существ, которые здесь обитают, интересоваться происхождением жизни на Земле и стараться поддерживать ее. Если вам нравятся красивые парки, то вы сможете стать ландшафтным дизайнером. Если вы любите собак, то можете стать кинологом или дрессировщиком. А если вы любите готовить, можно стать поваром или кондитером. Не меняйте своих увлечений. Такие люди, как вы, незаменимы. Второй тип – человек-техника. Это профессии летчик, инженер, архитектор, строитель, сборщик компьютеров, электронщик, водитель, токарь, слесарь, изобретатель, конструктор, диск-жокей, звукорежиссер и другие. На первый взгляд можно отметить, что все перечисленные профессии не женские. Но все же женщины – отличные специалисты в тех областях, где необходимо внимание, оточенность действий. Женщинам подходит работа тонкой электроникой, маленькими сложными механизмами, например, с часами. Так что если кому-то из вас, девушки, больше нравится собирать конструктор или чинить будильник, ничего плохого в этом нет. Может быть, в будущем вы будете знаменитыми изобретателями. Третий тип – человек-человек. Это профессии врач, учитель, продавец, руководитель, артист, журналист, экскурсовод, модельер, парикмахер, политик, библиотекарь, туардесса, юрист и так далее. Какие качества должны быть у человека, который хочет выбрать себе одну из этих профессий? Первым делом у человека не должно быть резких смен настроений. Он должен быть спокойным, вежливым, общительным, улыбаться даже тогда, когда этого совсем не хочется. Ведь улыбкой и хорошим настроением можно решить многие проблемы. А решать проблемы – одна из главных способностей тех, кто выбирает работу с людьми. Надо уметь говорить и уметь слушать, не перебивая собеседника, стараться дать нужный совет в нужное время, найти общий язык с совершенно разными людьми. Четвертый тип – человек-знаковая система. Специалисты такого типа используют в своем труде различные знаки. Устная и письменная речь, цифры, химические и физические символы, ноты, схемы, карты, графики, чертежи, рисунки, дорожные знаки и тому подобное. Это профессия – переводчик, чертежник, инженер, составитель карт, секретарь, программист, ученый, математик, работник банка, бухгалтер, психолог, композитор и так далее. Профессии вроде понятные, но что это за работа такая со знаками – не очень понятно. Те, у кого любимый предмет математика и иностранный язык, кому легко разгадывать головоломки, те в будущем, скорее всего, выберут работу со знаками. Пятый тип – человек, художественный образ. Это профессии артист, художник, скульптор, музыкант, дизайнер, писатель, искусствовед, модельер, балерины и другие. Любая творческая профессия – это большой труд. И к осуществлению своих идей творческие люди идут годами. Людей этого типа отличает наличие живого образного мышления, художественная фантазия и талант. Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно учесть свои психологические особенности, способности, физические возможности. На выбор профессии влияет множество факторов. Это знания о профессиях и о том, насколько они востребованы, склонности человека, его интересы и мотивы труда, способности и здоровья, самооценка, мнение родителей, семьи, мнение сверстников, позиции учителей, профессионалов, личный профессиональный план, система представления о том, чего и как человек хочет достичь в профессиональной сфере. А как, собственно, выпускники школ выбирают профессии и на что они при этом ориентируются? Оказывается, выбирается это зачастую не профессия, а уровень образования или место учебы. Выделяются следующие варианты направленности профессионального выбора. Это выбор на профессию. Хочу быть врачом. А куда поступать? Еще подумаю, где лучше учат и куда больше шансов поступить. Как правило, лучшие специалисты получаются именно из таких людей. Естественно, при том условии, что профессия действительно выбрана ими осознанно, с учетом своих интересов и способностей. Выбор на уровень образования. Я хочу высшее образование и пойду туда, где проще и интереснее. Многие из тех, кто руководствуется подобным принципом, в дальнейшем пополняют ряды студентов-троечников, учатся спустя рукава, лишь бы их вообще не отчислили из вуза. Они редко становятся высококлассными специалистами именно в той области, которую изучают. Однако совсем не обязательно, что это помешает им хорошо устроить свою жизнь и успешно выстроить карьеру в других областях. Выбор на конкретный институт. Хочу учиться в Московском государственном университете по специальности, на какую поступить смогу. С одной стороны, такую позицию вполне можно понять. В некоторых вузах существуют весьма прочные традиции подготовки качественных специалистов, а их дипломы выше ценятся работодателями. Но с другой стороны, само по себе обучение в высшем вузе еще не служит гарантией получения качественного образования. Важнее твои способности, трудолюбие, желание учиться и работать. Способы выбора профессии. Первый. Метод проб и ошибок. Когда человек пробует себя в разных сферах деятельности, пока не найдет профессию, которая будет приносить ему не только средства к существованию, но и радость. Но на это уйдет половина жизни. Другой путь. Изучение себя, своих интересов, склонностей, мышления, памяти, внимания, чтобы выбор был сознательным. Третий путь. Выбор профессии своих родителей, дедов, прадедов. Он возможен в семье, где передают профессию из поколения в поколение. Существует три слагаемых правильного выбора профессии. Хочу. Могу. Надо. Во-первых, хочу. Будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. Во-вторых, могу. Человек должен обладать набором профессионально важных для этой работы качеств. Интеллектуальных, физических, психологических. В-третьих, надо. Эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. Если сложить эти три слова, получится формула осознанного выбора профессии. Осознанный выбор – это такой выбор, при котором человек учитывает и личное устремление «хочу», свои возможности «могу» и потребности общества в этой профессии именно в данный момент «надо». Но самое главное, что должно объединять всех людей самых разных профессий – это человеческая сущность, доброта и сердечность, любовь к людям, профессионализм и ответственность перед собой, перед своими детьми, а значит, перед будущим своей страны. И в заключение хочется сказать, что профессий в мире очень много – интересных, ярких, увлекательных. И не так уж важно, какую из них вы выберете. Самое важное, чтобы вы сделали правильный выбор.